Давай работай, солнце еще высоко По поводу диет Вот опять же здесь, как и в тренировке, индивидуальный подход нужен Но я за то, чтобы все было естественно Понимаете в чем дело? Вот человек как особь Он вырос на определенном наборе продуктов Правильно? Правильно Это значит, опять же, жиры, белки и углеводы И витамины, и микроэлементы, которые содержатся во всех этих продуктах Конечно, есть там различные пищевые добавки и прочее На этом люди деньги делают Но я за то, чтобы питание было разнообразным И за то, чтобы этим питанием не перегружать организм Вот я уже говорил по поводу этих диет Питайся нормально, питайся и ешь обычную человеческую нормальную пищу И все будет в порядке Ведь вот посмотрите Я привожу сейчас пример Культуристы Ну, будем говорить, американские культуристы Да и наши тоже, кстати, 50-60-х годов Если вы на них великолепные фигуры Великолепнейшие мышцы Люди фактически как античные скульптуры А ведь у них не было этого ничего Ну, а то, о чем мы сейчас вот говорим Не было Была разумная тренировка Было разумное абсолютное питание Вот нам, как штангистам, например, как Например, 400 грамм мяса в день ты должен съесть Говядину Вот и вот делишь как-то там на части Это котлеты, то-се, пятое, десятое Результат был Что, в античности были какие-то диеты, пищевые добавки и прочее Да не было их никогда Но, вы посмотрите на эти скульптуры Да любую скульптуру Возьмите вот это из античности Которую, ее же лепили Из мрамора, значит, вырезали А образец-то был живой человек Что Геракл, что Аполлон, что Копиносец Что, значит, метатель там этот и так далее Понимаете, дискобол Ведь это все были обычные, живые, нормальные люди Которые, да, действительно были сильными, тренированными Они занимались борьбой, бегом, плаванием занимались Но они нормально обычной пищей питались Это много овощей, много фруктов, мяса Вот, все это свежее Они не пили литрами водку, правильно? Нет Если пили вино, оно было разбавлено Даже легкое вино они водой разбавляют Здравствуйте Здравствуйте И так далее, и так далее, и так далее Вот, собственно, как я к этому отношусь Я отношусь к тому, чтобы жизнь должна происходить естественным путем Не надо из жизни делать некую субстанцию Которая не соответствует нашему предназначению в этой жизни Поэтому надо заниматься разумным спортом Надо разумно питаться И надо в первую очередь Я вот так считаю, что очень много зависит все-таки от уважения человека Не только к себе, но и к окружающему Понимаете? И тогда вот все будет складываться нормально Вот я так к этому отношусь Да, можно как средство восстановления употреблять витамины Все это в аптеках, пожалуйста, без рецептов продается Это для того, чтобы, ну, дополнительно восстанавливать организм как-то Витаминизация, в принципе, она... Я не против нее Что касается допингов Здесь нарушение терминологии От допингов, как таковых, отказались еще в 60-х годах Что такое допинги? Это морфины и прочие вещества, которые отодвигают болевой порог Отмечу, болевой порог В свое время этими веществами вулик Да, действительно, люди зарабатывали деньги на этих соревнованиях Большие деньги Но когда Том Симпсон, король горных трасс, велосипедист Умер все две, а ноги у него еще крутили Вот люди тогда стали, до людей стало доходить, до спортсменов Что нельзя отодвигать болевой порог, который тебя останавливает Тебе надо остановиться, тебе надо уменьшить скорость Тебе надо уменьшить там вес, с которым ты работаешь И так далее, и так далее Вот что такое допинги Что такое восстановители организма Мы сейчас говорим не о физкультуре и не об атлетической гимнастике А мы сейчас говорим о спорте Что такое восстановители организма человека Во время тренировки, вот даже силовой тренировки Любой, любой, какой бы ни возьми Он начинает разрушать свои белковые структуры Эти белковые, это белковые структуры, которые участвуют в этой тренировке В этих соревнованиях и так далее Для того, чтобы их восстановить, да, мы питаемся Мы, значит, какие-то принимаем витамины и так далее Но этого, я про спорт опять же говорю, недостаточно Тогда появились в 30-х годах, в конце 30-х годов Появились вещества, которые назвали анаболическими стероидами Это лекарство Это лекарство, которое применяется во время Послеоперационный период, когда недоношенных младенцев им лечат И так далее Это совершенно гениальное изобретение химиков и хромоцептов Наряду с антибиотиками, которые спасли миллиарды людей уже Точно так же, вот эти все вещества Они различных модификаций и так далее Они что делают? Они синтезируют недостаток вот этих белковых структур При помощи, опять же, собственных ресурсов организма Если люди начинают это употреблять в неумеренных количествах То, естественно, у них происходит перерождение и деградация Собственных вот этих восстановительных ресурсов Собственных, подчеркиваю Этого нельзя ни в коем случае допускать А сейчас все это смешали в одну кучу Но человек, простите меня, это не лошадь Он не может бежать за 9 секунд 100 метров Не может А он уже бежит за сколько? 7,5 по-моему Товарищ Бонт Это простите меня На каких же это вот он так Бананах так бежит на жареной море Нет, дорогие мои Но опять же, про допинги здесь речи не идет Они все смешали в одну кучу У них уже и фурсимид, который, значит, мочегонный препарат У них уже и этот допинг И когда Алину Кабаеву Это совершенно безумие Дисквалифицировали на Олимпийские игры Нашли этот фурсимид То Ее тренер сказал Вы что, хотите сказать, что вы, если вы таблеточку фурсимиду выпьете Вы у Алины Кабаевой выиграете? Ну это же безумие Нельзя этого делать И нельзя этого допускать И надо это прекращать, это вакханалия вот этих вот Значит, диких совершенно вещей Когда закон имеет почему-то обратную силу Вот они к этому мелдронату придрались Ну что такое мелдронат? Это самый легкий восстановитель Который только можно придумать Ну если ты его слопаешь пачку, тебе будет плохо, это ясное дело Ну тогда, пожалуйста, зайдите в винное отдело Посмотрите, что там творится, да? Если ты выпьешь 2 литра коньяка, то у тебя будет то же самое все Правильно? Все зависит от разумности и применения вот этих всех восстановителей И естественно они не дают никакого преимущества одного спортсмена перед другими Я отвечаю за свои слова Не дают Потому что все есть Всем все сейчас доступно А чемпион-то один Это скажите, а почему он чемпион-то один, да? А они берут и дисквалифицируют первого Ставят на место второго Второго Это на каком основании? Он что, извините меня, тоже на жареной ноги бежал А у того, значит, нашли-то меддронату У всех все есть И эта политика, вот эта страусиная Когда спортсменов начинают превращать в каких-то там монстров и вообще говоря преступников Я считаю это неправильно Вот, собственно, что касается вот этого всего Это лакханалия совершеннейшая И потом Дайте возможность спортсмену самому решать Вообще, как ему жить? Почему? Вы алкоголику разрешаете жить, как он хочет, да? Наркоману разрешаете жить, как он хочет А спортсмен почему-то у вас, значит, стал вот этим, значит, монстром каким-то на самом деле, да? Я считаю это неправильно Меня это сгущает, это спортсмен Вот так Ну вот все, что я на тем, как он сказал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok